Здравствуйте, мои маленькие русофобы и любители фейков! Знаете, кто у вас на экране? Лёша! А знаете, что он делает? Он банит! Извините, что о себе в третьем лице, но как ещё объяснить, что я буду делать в ближайшие несколько десятков минут? Я буду банить кремлеботов и хихикать. Банить и хихикать. Банить и хихикать. Но прежде самая лучшая заставка на Ютьюбе. Где я был все восемь лет? Лёша банил. Где нотифицировал Тибет? Лёша банил. Может, фейки рисовал? Лёша банил. Что он только что сказал? Банил баню. И буду банить! Ну что, ребята и девчата, понеслась? Первая у нас рубрика, давайте я её назову «Коты Леопольды». Кстати, вот таких комментариев довольно много стало появляться. У них новая методичка, видимо, завелась. Алексей, вы должны быть вне политики. Большая часть аудитории из Российской Федерации. Игро-стримеры должны придерживаться строго нейтральной позиции. Я думаю, это ко всем приходят, не знаю, кулинарным блогерам, бьюти-блогерам, которые что-то говорят против войны. Вот им тоже бьюти-блогеры должны придерживаться строго нейтральной позиции. Если есть желание проявить позицию, то проявляйте её в целях примирения и единения. То есть, это я должен, знаете, игро-стример должен, а не правители страны, которые развязали эту войну, которые ввели войска в Украину, которые убивают там мирных жителей и солдат Украины. Почему только мирных жителей? Типа солдат Украины можно, видимо, убивать, да? Которые разрушают дома, уничтожают города. Это вот они должны проявлять позицию в целях примирения и единения. А я должен говорить то, что я вижу и как я вижу. Для того, чтобы моим зрителям становилось лучше и чуть теплее во времена подобного мрака. Трагические события рано или поздно завершатся. Но все останутся со своей правдой. Нет, не останутся все со своей правдой. Правда одна. Не бывает такого, что в войне только вот этот воюет за одну правду, а этот за другую. Какая правда? Или вы хотите сказать, например, у Третьего Рейха была своя правда, в которую мы должны принимать. Так это в вашей стране вообще-то, Максим? На минуточку. Если мы будем обсуждать правду Третьего Рейха, вас и посадить-то могут. Давайте, может, вы обсудите, какая правда у Третьего Рейха. А какая правда у России в этой войне, объясните мне, в том, что НАТО планировало нападать, вот там с четырех мест, которые всю карту никак не покажет Александр Григорьевич. Какая у вас правда останется? Что вы защищаете народ Донбасса, так уже погибло в этой войне в разы больше, чем в Донбассе за все это время. Весь конфликт в Донбассе создала сама Россия. Так вот, все останутся со своей правдой, а вы без годами собранной аудитории и донатов. Вот, блин, все с правдой, а я без донатов буду. И без аудитории. Вот же факт. Как мне не повезет в этом случае. Мне нравится, что вот подобные люди считают, что они представляют всю мою аудиторию, российскую, предположим, даже если он считает, что всю. Я так, по моим ощущениям, процентов 15 вот моих, моего канала про игры были и есть на самом деле. Я не знаю, они что-то не уходят, у меня что-то просмотры не падают. Они подписываются, что-то смотрят и смотрят до сих пор. Ну да ладно. Человек считает, что вот он представляет всю аудиторию и готов говорить. И я такой, знаете, дебил, который не видит свои цифры, я вот ему поеду, думаю, да, Максим, наверное, правда говорит, останусь без аудитории и донатов. Это первый вопрос. А второй вопрос, за какие деньги надо эту войну поддерживать? Это либо, ну, ребята, это либо искренние фашисты, которые это поддерживают, либо люди без совести. Я себя ни фашистом, ни человеком без совести не считаю, чтобы за какие-то деньги вообще топить за подобную войну. Есть вещи, которые ни за какие деньги ты не будешь делать, сколько бы это ни стоило. Русскоязычный канал вряд ли сможет отфинансировать ваш образ жизни без подписчиков и спонсоров из РФ. Ну, класс, опять вот приходит Максим. Ну, вы просто не знали, но Максим Гречиха это мой личный бухгалтер. Он в курсе о моем образе жизни, сколько я зарабатываю, сколько я получаю с этого канала и смогу ли я дальше существовать без подписчиков и спонсоров РФ. Как всегда, то есть вот он знает все абсолютно обо мне и вот напоминает мне. То есть это не я вижу, например, какой у меня доход или что бывает, а вот Максим Гречиха напоминает. Нет, внимание, напоминаю, ну, как знаете, Европа без российского газа загнется и без нефти там не сможет ничего делать. Вот мы без Макдональдса, без ваших машин вонючих этих Рено, сейчас москвич будем выпускать, вот мы смогем. А вы все без нас, без великих русских, никак не сможете прожить. И ты, Алексей, задумайся, вся аудитория уйдет, все донаты закончатся. И ты должен быть вне политики. Ты должен проявлять свою позицию только в целях примирения и единения. Как это, я даже думаю, вот как это сделать, у меня такие украинцы говорят, там русские, короче, разбомбили Мариуполь и убили в буче несколько сотен человек выстрелом в голову. Как бы мне, что бы мне такое сказать в примирении? Наверное, такое, ну ничего бывает, я даже, как в целях примирения и единения? Он, видимо, считает, что я просто должен умалчивать все вот эти ужасы, а говорить что-то вот в целях примирения и идей. Я даже не представляю, что, в принципе. Вы ввели армию в страну и убиваете там людей. Что я могу в целях примирения сказать? Просто давай, ребята, помогите Лёше придумать слова в целях примирения. И еще раз напоминаю, вот таких комментариев по поводу того, что я должен проявлять нейтральную позицию и говорить что-то только в целях примирения и единения, хотя я в этой ситуации вообще не понимаю, что я такое могу сказать украинцам, чтобы они к примирению пришли. Так вот, таких комментариев реально много. Несомненно, подобные кремлеботы отправляются в бан. Интересная новая рубрика. Александр Кряжевских пишет. Я русский и я против войны. Но когда сидят и кукарекают, что Россия полная Г, а что вы не восставали против США, к примеру, если вы так все протестуете? США уничтожила Югославию, развязала войну в Сирии и так далее. Вообще сложно читать. Я стараюсь как-то логические ударения ставить. Но человек, знаете, не насыпали запятых, а те, что насыпали, расставляют неправильно. Ну, надеюсь, я правильно передаю мысль. Леха, теперь еще к тебе. Ты сказал, там убивают людей на Украине. В Югославии, в Сирии и т.д. не люди по твоей логике. Это относится ко всем, кто сидит и кукарекает. Ребят, вы там сидите? Кукарекаете? Это просто всех коснулось, не только Россию и Украину. И сразу все закукарекали. Что-то у чувака не очень, конечно, отношение к кукареканию. Итак, что же вы не восставали против США, к примеру, если вы так все протестуете? США уничтожила Югославию. Ну, Югославию, сама Югославия уничтожила вообще-то. Но это, как всегда, люди либо не помнят, если они, наверное, мои ровесники, либо просто не знают, как происходил распад Югославии, как происходил распад Советского Союза, и что, и как зады страны Запада старались, чтобы как можно меньше, на как можно меньшее количество Россия распадалась. Если бы они знали, к чему это приведет через сколько-то времени, они бы по-другому, конечно, действовали. Но тогда была проблема в ядерном арсенале, чтобы хотя бы у одной страны он остался, а не у всех. Я вот представляю, если бы в Белоруссии ядерные ракеты остались, и Лукашенко ими завладел. Не помнят, как старались сохранить Россию целой именно Запад, и как он помогал всячески и экономически, и продуктами. Ну, ладно. Развязала войну в Сирии, США развязала войну в Сирии, оказывается. Охренеть. То есть, там не было никаких проблем, просто вот с ничего все началось. США прям приехала и начала воевать с сирийцами. Кстати, между прочим, Россия же вот участвовала в этой сирийской войне, и мировое сообщество не особо этому мешало. Потому что это, ну, на самом деле выглядело довольно логично, что Россия там помогает Сирии. Это даже, ну, вменяемо, что ли. А то, что Россия делает в Украине, это бред для всех. Ты сказал, там убивают людей в Украине, в Югославии, в Сирии и т.д. Не люди по твоей логике. Ну, вы понимаете, я должен вот за всех, кого убивают, впрягаться. Этот вот человек вообще ему пофигу, где кого убивают. А то все кукарекают. Что, я петух, что ли, буду кукарекать? Где-то там кого-то убивают, еще подумают, а что это я вот в Югославии не впрягся? Что я буду сейчас впрягаться? Вот там в подворотне кого-то убивают. Женщина орет, помогите, убивают. Ну, я же за Югославию не впрягался. Что я пойду ей помогать? Правильно? Правильно. Логично. А вот если бы я за Югославию впрягался, тогда я мог бы и кукарекать за всех остальных. Но не впрягался за Югославию ни кукарекой. Мне кажется, неплохой девиз для канала. Это просто всех коснулось, не только Россию и Украину. Специально сходил, посмотрел потери, вообще общие потери всех, примерно 366 тысяч убитых. Это за 11 лет, с 2011. А беженцев в районе 5 миллионов. Так вот, беженцев с Украины уже за эти 2 месяца 5 миллионов было. А внутренне перемещенных, по-моему, в районе 8 миллионов. Ну, а погибших только российских войск, примерно 26 тысяч, да, говорится. Мы не знаем еще, сколько Украины реально погибло войск. И сколько мирных жителей. И это за 2 месяца, ну хорошо, за 2,5 месяца. За 2,5 месяца. А тут за 11 лет. Да, кстати, по войскам, например, у правительственных войск от 52,5 тысяч до 87 тысяч. Вполне может статься, что в России примерно такие же потери будут. Но это за 3 месяца, а не за 11 лет. Вы просто представляете, какая интенсивность войны. Вы все еще до сих пор на эту Сирию пеняете. Вы вообще вменяемые. Я, конечно, понимаю, что вы там верите Минобороны Российской Федерации, где у них, сколько они там, полторы тысячи заявили. Ну, удачи. Человек не знает истории и приходит, кукарекает у меня в комментариях. Несомненно, бан. Вы патриот? Патриот чего? Своей страны? Конечно. На что вы готовы ради страны? На все. Смотрите, у нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет... Подождите, почему? Мужчина. Почему не готов? Ребята и девчата, записывайте сториз, как вы смотрите Леша Банит и тегайте меня в Инстаграме. Ссылка на мой Инстаграм, на всякий случай, есть в описании, в прикрепленном комментарии и где-то на главной странице тоже. Вот, например, Ольга Кир прислала такую фотографию и подписала «Сори, хомячков нету, есть пиво». Спасибо, что смотрите. Ваши сториз, которые вы будете записывать, я буду использовать в программе. Ну и, конечно, это еще и реклама для меня. Рубрика «Русофоб получает по зубам». Филипп Кругляков. Ой, да осуди уже нас, русских, и весь русский мир, и перестань нам стримить. Иди, продавай свою русофобию англосаксам. Только потом не жалуйся, когда русофобия обесценится, и ты останешься никому не нужным. А она обесценится очень скоро, когда все, кто обменял русофобию и места под военные базы против РФ, получат по зубам. Ну, во-первых, как вы видите, просто, знаете, сам посыл, что все русофобы получат по зубам. Им не покажут, что лучше Россию любить, в том плане, что Россия достойна любви, и что она что-то делает такое, что всем нравится на самом деле. Нет, просто получат по зубам. Ах, не любишь? Ну, это настолько, блин, типичный такой вот рашистский просто посыл. Поразительно. Ну и, конечно, осуждает он опять вот эти люди, которым не нравится то, что я говорю. Они считают себя представителем вообще всего русского мира. И все россияне вот вместе с ними, единым порывом, а я вот один такой, продаю свою русофобию англостан. Ну, во-первых, я свою русофобию продаю украинцам в первую очередь. Продаю за их хорошее настроение, что ли, чтобы им что-то там повеселее было. Дальше. Я тоже уверен, что русофобия обесценится, когда Россия проиграет в этой войне. И, надеюсь, в России начнутся какие-то изменения. Когда они начнутся, тогда и весь мир по-другому начнет относиться. Но для этого нужно будет много времени. Это не произойдет скоро. И все, кто обменял русофобию и места под военные базы против Российской Федерации, получат по зубам. У вас кулачки поломаются всем по зубам бить. Как бы соизмеряйте свои силы. А ты все ноешь, ноешь, год назад мыл, сегодня ноешь. Ну, так время такое. Радоваться мне, что ли, тому, что происходит? Думаю, ну, окей, пусть поноет. Главное, что делает, это чуть реже, чем играет в игры. Можно и потерпеть детские капризы. Но сейчас уже тошно смотреть. Ведь я понимаю, когда у тебя в голове расшизм и Раисе в перде, то то, что смотреть, когда кто-то что-то против этого говорит. Но, понимаешь, такое дело против зла надо говорить, чтобы это зло останавливать. Следующую рубрику я назвал Настоящая история. Опять обратите внимание, что человек этот комментарий пишет под видео «Нет войне». Во-первых, этому видео уже два месяца. А во-вторых, вот видите, буквально четыре часа назад. То есть они все туда набегают и набегают. Итак, отписка от канала. Ты реально тупой? Сядь и подумай. Вроде взрослый человек. Вся политика Украины строилась о вражде с русским народом. Ну, наверное, на вражде с русским народом. Как всегда, с русским языком у них не очень. Вся история была уничтожена ими. Даже русский язык под запретом был. Ты реально дурак, что не понял, что происходит. Работайте, братья, победа будет за нами. Ох уж, это Украина, которая всю свою политику построила на вражде с русским народом. Вот прям за что не возьмется вражда с русским народом, получается. Какие-то прям волшебные эти украинцы. Вся история была ими уничтожена. Но вот это как бы типичный фашизм. Вы, я думаю, сами понимаете. Все, что против тебя, это неправда. И такого не бывает. Поэтому даже русский язык под запретом. Я не знаю, я до сих пор с украинцами почему-то на русском общаюсь. Все еще, все еще, хотя они постоянно переходят на украинский, потому что, как они правильно говорят, мы не можем в такой ситуации по-русски. Мне просто противно, они говорят. По-моему, это достойно понимания. Но то, что язык под запретом, они самоцензурой уже занимаются. Потому что они не хотят говорить на языке агрессора, который на них нападает. То же самое, кстати, было с немецким языком. Потому что до Первой мировой войны вся философия, вся наука практически в мире была на немецком языке. И потом от этого ушли. Ты реально дурак, что не понял, что происходит. Но это в миллионный раз. Ну, объясни ты мне, что происходит. Я так понимаю, что он объяснил, что политика Украины строилась на вражде с русским народом. И вся история была уничтожена ими. Господи, вся история. Украинцы, конечно, сверхлюди какие-то. Биолаборатории строят. Готовят нападения с четырех точек. Всю историю параллельно уничтожают. Такие работоспособные товарищи прям завидки берут. Вот это, откуда у них вот это? Это работайте, братья, победа будет за нами. Понятно, почему работайте, братья? Это же какое-то вообще с ислама какое-то пришло. С каких-то чеченцев, что ли. Почему это вот стало употребляться периодически в комментариях? Что значит работайте, братья? Типа заткнулись и работаем, да? Вот это имеется в виду. Ну, в общем-то, я работаю и баню чувака. А кто сказал, что русофобия не является формой нацизма? Кто сказал, что, да, будучи евреем, по происхождению, я не думаю, что он шма Исраэль нам сможет прочитать. Гражданин Зеленский своей русофобии себя оправдал. Или что, тот факт, что он еврей, обозначает, что он не может быть русофобом? И требовать вот всего того, перечня наказаний для русских людей за сам факт, что они русские и принадлежат к русской культуре? Ребят, спасибо большое всем, кто лайкает, оставляет комментарии, поддерживает канал, особенно спонсорам канала, вас уже 40 штук. Еще на канале появилась вот такая функция, YouTube ввел, называется «Спасибо» либо «Суперспасибо». Это можно просто платный комментарий оставить, он как-то будет сильно выделяться, значит, я на него раньше отвечу. Ну и просто такая единоразовая поддержка канала. Кроме того, в описании, в прикрепленном комментарии всякие реквизиты, куда мне можно скинуть донаты, чтобы YouTube с них не получал процента. Они напрямую мне шли, лучше всего через PayPal, например. Там есть и крипта, и прочее, прочее, прочее. Буду обмазываться вашими деньгами и, возможно, даже куплю себе Ferrari. В любом случае, большое спасибо за вашу финансовую поддержку, поэтому и хочется записывать видео. Ну что, наша постоянная рубрика «Где вы были 8 лет?» Господи, 3 месяца уже, 3 месяца они это твердят и спрашивают. Я не знаю, почему они, почему эта пластинка заела меня. Она удивляла еще с самого начала, когда война началась, что вот эти «Где вы были 8 лет?» Хотя мне было очевидно давным-давно, что это Россия все устроила на Донбассе. Но, господи, у них все это, Украина бомбила Донбасс до сих пор. Давайте послушаем. Убрались бы с Донбасса и не было бы войны. Вот что, Леша, я тебе скажу. Но это вот, знаете, развернуто. Если бы сейчас украинцы не сопротивлялись, то не было бы войны. Просто отдали бы спокойно города России, никого бы не убивали. Ну, все оттуда же. Население внакраины, ну, надо оскорбить, естественно, жителей, разделилось на две категории. Одна категория просила о мире 8 лет. Вторая, все эти 8 лет потешавшиеся над этими просьбами, сильно возжелала мира за последнее время. Это бред, сивы, кобылы и вранье. Вся Украина просила мир 8 лет, чтобы русские ушли с территории Донбасса и можно было развивать дальше Луганскую и Донецкую область. Я не знаю, это, видимо, надо проговаривать каждый раз, но проблемы на Донбассе начались после того, как туда вошли российские наемники под управлением Гиркина, товарища такого, или Александра Стрелкова еще у него погонял. У них их много. Подполковник или он полковник ГРУ, напомните мне, он сейчас до сих пор выступает, он написал свои мемуары. Это известно, по-моему, всем, кроме кремлеботов. Сколько раз это еще надо повторить. Не могли мирные шахтеры Донбасса сопротивляться украинской армии, если бы они вообще в принципе поднимали восстание. Если бы они в принципе поднимали восстание. Кто-то был недоволен, кто-то доволен, но даже по голосованию за Януковича там 50 на 50. Интересно, если бы в России в каких-то областях поднимали. Да что если бы? Давайте на Чечню посмотрим, что вы сделали с Чечней, которая хотела отделиться и быть независимой. А на Донбассе это еще вообще неизвестно, потому что это все было организовано российскими ГРУшниками. Блин, ну они вот до сих пор изображают, что там какие-то мирные шахтеры Донбасса хотели, не хотели. Ну давайте дальше посмотрим, или что тут будет написано. Ну я могу сказать, что они хотели не идти в Европейский Союз, а вся остальная Украина хотела идти в Европейский Союз. Хотя даже это неправда. Не хотела вся Украина. Там что-то 40% было, там тоже поровну, понимаете. Но вот если бы Россия вот этого всего не делала, можно было бы дальше ковырять рану. А так вся Украина вместе, дружным строем и в Европейский Союз теперь хочет и не хочет разговаривать по-русски и так далее, и так далее. Поздравляю, великолепные геополитики в Кремле сидят. Вам просто дали на ваших тушках ощутить, что сидеть несколько суток в подвале без света, тепла, еды и воды, это на самом деле не так прикольно. А валяющиеся в вашем дворе оторванные руки и ноги ваших соседей, это на самом деле гораздо страшнее, чем на фотках с Донбасса. Я не знаю, где им, ну я понимаю, что они пропагандой там отравлены вовсю, им понятно транслировали, как злые укронацисты потешаются над жителями Донбасса и дико хохоча посылают в них ракеты. Ну блин, я себе даже, честно говоря, и россиян не могу представить, которые сейчас дико хохоча посылают ракеты в жилые дома украинских городов. Как бы там ни было. Представляете, знаете, все время жили нормально, ездили украинцы в Луганск, в Донецк, то есть это вообще не ощущалось, как другая какая-то территория. Типа, изображают, как будто там вообще жили другие люди, не такие, как во всей Украине и сильно хотели отделиться. Вот аж такое почему-то изображается. И сейчас и потешались над просьбами мира. Потешались над просьбами мира только в том случае, имеется в виду, что вот Крым, типа, мирно отдали. И очень захотелось еще что-нибудь забрать, поэтому пойдем-ка еще и Донбасс. Тут уже невозможно мирно договариваться, потому что хочется еще и еще и еще прожорливая машина Российской империи. Вы же хотели рвать оккупанта зубами, чего же вдруг заскулили о его зверствах? То есть, если кто-то хочет рвать вас зубами, то вы имеете право его над ним зверствовать. Я правильно понимаю эту логику? То есть, если кто-то скажет мне, я хочу тебя разорвать зубами, то я, в принципе, имею право ему выстрелить в затылок. Понятно, все, я понял, записал. Проект «Вставай, страна огромная» не пошел в ваши резервации, и война с русской армией на своей территории сильно отличается от войны с русской армией на территории Донбасса, которой вас кормили 8 лет. Мне нравится, что, ну, смотрите, вот опять утверждение, что Донбасс – это не территория Украины. То есть, Донбасс – это одно, Украина – это другое. Интересно, в какой момент, я думаю, украинцы мне напишут в комментариях, в какой момент началась эта пропаганда, что Донбасс – это не Украина? Внезапно. Почему он не Украина? Я сколько, не знаю, видел, общался с людьми с Луганской и Донецкой, они всегда мне говорили, что это Украина. Но мы разговариваем по-русски, нам типа украинский влом изучать нам так удобнее. Тут внезапно Донбасс – это вообще чуть ли не другая страна, как будто, знаете, Украина напала на Донбасс 8 лет назад. Не то, что это их территория, знаете, вот это одна страна. А тут Донбасс древняя, уже, кстати, обратите внимание, даже Новороссию не используют. Хотя, напомню, как раз в 2014-2015 году это был проект Новороссия, там вот это Новороссия, все было. Сейчас уже просто Донбасс. Хотя Донбасс – это просто в советское время так назвали место, потому что Донецкий бассейн – месторождение угля. Так же, как есть и Кузбасс в России. Может, давайте еще за Кузбасс повоюем в Кемеровской области? Может, теперь хоть что-то шевельнется в ваших мозгах, заплывших салом? Господи, сколько видел украинцев, никогда не видел никакого заплывшего украинца, чтобы он такой толстый-толстый ходил, заплывших салом. Вообще, мозгам очень сложно заплыть салом, ну ладно, извините. Может, хотя бы ужас и боль заставят вас думать украинцы? Украинцы как раз вот этот ужас и боль, начиная с 2014-2015 года, и заставили думать, что с Россией не хотят иметь ничего общего. А сейчас еще весь мир это увидел. Заставить думать, что я просто… Вот это вот так все пишет этот кремлебот, типа, ну, раз мы на вас напали и вы умираете, вы поймете, что надо было Донбасс просто мирно отдать? Так я вам напоминаю, вам Крым отдали мирно, без всяких этих всплесков насилия. Просто надеясь, что мировое сообщество, ваш здравый смысл к чему-то привезли. Еще тогда не понимали, что имеют дело с империей, которая хочет возродиться зачем-то, даже до сих пор по логике непонятно зачем. Но нет, вы в этом увидели слабость и решили еще Донбасс себе оттяпать. Там уже начались вот проблемы. Но вы это изображаете, как будто украинцы… Ну, как всегда, украинцы сами себя бомбят. То есть, это вот с Донбасса идет. Это все украинцы. Все, что там бомбили, это все украинцы делали. Россиян там вообще не было. Мирные шахтеры где-то взяли оружие и вот так ненавидели украинцев, что с ними вот так воюют. Это вот людям, которые вне вашей пропаганды находятся, которые вот ею не подвержены. Просто вы, наверное, скажете, что я подвержен другой пропаганде. Я вообще никакой пропаганде не подвержу. Я просто сужу по новостям, которые происходили тогда. Так вот, вот это объяснение выглядит настолько диким и неправдоподобным, что я не знаю для кого… То есть, все ваши комментарии – это, опять же, для россиян, у которых нету, к сожалению, возможности другой точки зрения прильнуть и узнать ее. Жаль, хороший был обзорщик отписка. Напоминаю, вы видите, 26 минут назад, то есть, этому видео больше, ну, 2 месяца видео. И все еще приходят комментаторы и пишут отписка. То есть, типичный кремлебот. Как они его натыкаются? То есть, до сих пор мои подписчики, типа, еще не посмотрели это видео и до сих пор натыкаются на него. Естественно, что это все идет поиск по ключевым словам каким-то, типа, там, Украина, какой-нибудь Донбасс. Наверное, нет войне тоже ищется. Потом смотрится, о чем канал. И вот такой какой-нибудь высер пишется. И в конце хороший был обзорщик, отписка. Это ориентировано только на тех людей, которые читают комментарии. Ну, и каких там 15 рублей, на это не знаю, сколько это стоит заработать. Пожалуйста. Но, несомненно, бан. Придется новый аккаунт ему заводить. Обращаюсь к луганчанам. Луганская область. Где вас бомбили 8 лет? Я устала это читать и смотреть тиктоки. Расскажите мне, где у нас были военные действия только в 14-е годы октября месяца. Я сама коренной житель Луганской области, с города Краснодом. Кто вас бомбил? Вас обижала украинская армия, может быть? А ну-ка, расскажите, когда? Это что за бред? Давайте я вам напомню, кто вас бомбил. Давайте я вам напомню юбилейный, где за юбилейном становились грады и оттуда херачили. Или лесной, где во дворы заезжали грады и тоже херачили прямо со дворов, чтобы ответка прилетела куда? Туда. Да, и кто видноват? Укропы. Да? Еще одна моя любимая рубрика. О боже, он трет наши комменты. Обожаю, когда вот эти ребята возмущаются, что их кто-то банит. Поразительно просто. Пишет человек, 30-тонный воробей. Это все понятно, но зачем банить, если у человека иная точка зрения? Ну, слушай, а зачем сажать на 15 лет, если иная точка зрения? Ведь западная идеология проповедует демократию и свободу слова. А получается, если у человека есть мнение, и оно не совпадает с Лешиным, то Леша их банит. Нет, знаешь, вот раньше я что-то еще объяснял, пытался что-то людям делать. Ну, потому что в этом и идея диалога на самом деле. То есть, когда ты с кем-то разговариваешь, ты понимаешь его точку зрения. Спор не в том, чтобы убедить человека в чем-то другом, а просто донести до него мысли, чтобы он начал что-то понимать. То есть, я не сторонник, например, коммунизма, даже в некотором смысле социализма, ну, как и правых каких-то течений. Но я разбираюсь в этих политических течениях и во многом благодаря тому, что я общался с людьми, их поддерживающих, потому что они объясняют со своей колокольни. Это и есть мнение. Мы не можем, я не могу забанить коммуниста за то, что он коммунист, например. Но если у человека точка зрения, что он имеет право нападать на другую страну и убивать там людей, то это не точка зрения. Это типичный фашизм. Или вы считаете, что у Гитлера была там какая-то точка зрения, за которую мы можем ухватиться и пытаться ее раскручивать и объяснять друг дружке, правильно ли это или нет. На самом деле, я даже считаю, что последователей фашизма и нацизма не стоит банить, а именно с ними общаться и объяснять, потому что это важно. Но это происходит только до того, пока вы не переходите определенную черту. В данном случае, 24 февраля, эта черта была переедена. О чем? Какие точки зрения должны быть? Это вот как тот чувак, который говорит, я должен только ради мира и благополучия что-то говорить, примерять людей. Как я вас могу примерить? Какая иная точка зрения? Напиши эту точку зрения, напишите. Я просто, объясните мне. То есть Россия имеет право убивать людей. Вот вы там все пишите, а как же США, там еще что-то. Вы напишите свою точку зрения. Россия имеет право убивать людей. Если это так, то вас за это во всех странах не только забанят, но и посадят, когда вы будете говорить, что кто-то имеет право убивать людей. Понимаете? Демократия, автократия, любой строй. Не знаю, есть ли такой строй. Только вот в России говорят, что да, мы укронацистов можем убивать. Куда попадают наши ракеты, там укронацисты сразу автоматически. Ну и вот это постоянно, где демократия, где свобода слова и мнений. Ребята, у меня частный канал. Вы не можете прийти к кому-то домой и выливать на него ушат помоев с воплями, что это демократия и свобода слова. Вы не имеете права это делать. Хотя вы в своей стране и в Беларуси, например, это делаете. Вы приходите к людям домой и забираете их в тюрьму или там убиваете их там же. А потом в тюрьмах им швабры засовываете во всякие отверстия. Какая странная забава нашлась. Но потом вы бегаете вот ко мне почему-то и требуете себе свободы слова. Как насчет у себя разобраться, как насчет на 15 лет перестать сажать, как насчет перестать с людьми всякие непотребства делать только потому, что они говорят то, что вам не нравится. Во всех остальных странах вас всего лишь банят, понимаешь. Сравни, просто сравни, насколько лайтово с вами поступают. Где свобода слова и мнений? Да тот же YouTube забанил российские новостные каналы. Так он забанил их за вранье. То есть просто когда показывают вранье. Знаешь, есть... Вот смотри. Вы, видимо, не очень понимаете, что такое мнение. Мнение это о чем-то, что не доказано, не определено, непонятно, что лучше, что хуже. А когда есть конкретное доказательство произошедшего, а у вас говорится что-то абсолютно другое, противоположное этому, то это не мнение, а вранье. Невозможно врать невозбранно, понимаете. Как вам еще это донести? Но это не свобода слова. Ты просто приходишь ко мне в комментарии и говоришь, я хочу врать, почему мне запрещают. И свобода слова никуда не делась. На всех западных каналах обсуждаются и заявления российской стороны, и источники с российской стороны тоже со всех сторон обсматриваются. Есть статьи, нелицеприятные для украинцев в этой войне. Но их настолько меньше. Тут просто настолько четко и однозначно, кто виноват, кто агрессор и кто зло. Вот эти твои претензии просто в очередной раз так смешно читать. Но я тебя поддержу и забаню. Давай, удачи. Подводные лодки-то у них без конца, говорю, сталкиваются. Да, они водитель не умеют. Друг с другом, говорю. И у них уже, они старые. Наши подводные лодки вообще бесшумные. И практически даже уловить не могут их. А в Вашингтоне, в центре, считай, Америке, что творится с метро, девочки? Но это мрак какой-то. Износ составов, лейсов. Там всего износ, я не знаю. 60% я слышала, да? Больше половины. Ну что ж, ребята и девчата, на этом все. Напоминаю, прошу вас присылать ваши фотки из бани. Мне пока только один человек прислал. Пока я не буду ее использовать. Я хочу их использовать для вот обложки каждого видео. Тут, видите, пришлось какую-то женщину, которая накрашенная, пришла в баню. Ужас какой-то. Просто как так можно париться. Так что, если у Вас есть фотки из бани, только не там, где Вы полностью голы, без дикпиков, пожалуйста, то присылайте. Буду использовать их как обложку. Спасибо, что полностью посмотрели. Надеюсь, Вам понравилось. Я смог Вам поднять настроение. Собственно, только ради этого все и делается. На этом все. Желаю, чтобы Вам в жизни никого не пришлось банить. Оставьте это дело мне. Где я был все 8 лет? Леша банил. Где нотифицировал Тибет? Леша банил. Может, фейки рисовал? Леша банил. Что он только что сказал? Банил баню. И буду банить! Банить! Субтитры сделал DimaTorzok